Сколько раз вы себе, да вы и мы в том числе, обещали обзавестись с нового года, первого числа или следующего понедельника полезными привычками и расстаться с вредными? И сколько раз у нас это получалось? Вот у вас, ребята, вот когда-нибудь получилось? Бесконечное количество раз не получалось. Понедельник там, не знаю, пойти в бассейн и вот всё. Три дня делаю зарядку, не хочу хвастаться, но три дня. Ну, уже практически привычка, да? Угу, почти. Ну, тут где-то медаль завалялась. Вообще каждый человек имеет какой-то круг привычек, они могут быть полезными и вредными, безобидными и мешающими жить. Полезные привычки помогают нам почувствовать себя более собранным, готовыми к преодолению трудностей, более успешными и счастливыми. Ну, наверняка каждый сталкивался с необходимостью или просто желанием выработать у себя полезную привычку, наконец-таки. Ранний подъём, например, или привычку пить много воды, есть здоровую пищу, записывать расходы и доходы, делать зарядку или раскладывать сразу все вещи по местам. И, как показывает практика, завести новую привычку не так-то легко, а если говорить точнее, перевести её из осознанного усилия, усиленного действия, да, о котором надо себе постоянно напоминать, нечто лёгкое и само собой разумеющееся. Ну, всё это сложно, но возможно, ведь психологам и физиологам давно известны механизмы, которые позволяют эти самые привычки вырабатывать. Продолжим тему вместе с нашим гостем в студии Илья Латыпов, кандидат психологических наук, практикующий психолог. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот, Егор уже вас спросил о том, что существует известный миф, 21 день и всё, привычка уже выработана. Вы сказали, что это не так. Так сколько времени нужно на то, чтобы привычка стала автоматической? Это очень индивидуально, потому что, вот вы говорите, 21 день – это такой механический подход к делу. Ну, как будто бы можно любое дело взять, к любому человеку приложить, и если он будет делать, ну, энное количество времени, то всё получится. А нет, человек – такой организм, который вообще-то сопротивляется всем этим вот давлению, насилию. А у нас в основном выработка привычек, как строится? На насилии надо взять себя и заставить. На это ресурса воли хватит на несколько дней. Потом вы сломаетесь обязательно. Все попытки сесть на диеты, допустим, жёсткие, с ограничениями. Чем заканчивается? Как правило, перееданием человек набирает ещё больше вес. Это правило работает в 95% случаев. Ну, так, примерно, да? Поэтому 21 день через насилие, через силу воли это не сработает. Поэтому 21 день – это такая цифра, взятая с потолка, мне кажется, и ничем не обоснованная. Хорошо. А тогда какой механизм действий? Что делать? Как полезные привычки приобретать? Я такая небольшую подсказку подсказал. Если вы строите на насилие это, да, то ничего у вас не получится. А как тогда по-другому, да, вопрос? Ну, первый вопрос, на который многие, кстати, ответить не могут. Зачем вам эта привычка? Потому что, если следует вопрос, ответ абстрактный, ну, типа, ну, чтобы здоровье было, делай зарядку по утрам. Зачем тебе здоровье? То есть нужен конкретный результат, допустим, сесть на диету, чтобы вот… Не результат даже, извините, да, смысл. Зачем тебе вообще это? Потому что, грубо говоря, пойти в спортзал, можешь хорошо замотивировать, ну, допустим, желание понравиться конкретной девушке. Вот прям вот, прям вот, я выйду такой весь и буду великолепный, она упадет к моим ногам. Это может быть фантазия, но она такая очень, ну, мобилизующая фантазия. Это конкретная. Но пока она внешняя. Но тем не менее, тоже неплохо, да, хоть что-то. Абстрактно, чтобы быть здоровее, наша физика абстрактных вещей не понимает. Только конкретные. Для чего тебе это нужно? Заработать столько-то денег, вот, чтобы поехать куда-то, куда мне очень хочется, это одна мотивация. А просто больше зарабатывать денег, это совсем другое. То есть первый вопрос, это зачем вам вообще это нужно? Лично, индивидуально, чтобы это откликалось внутри, откликалось подъемом энергии. Если этого нет, если так абстрактная идея, то это не сработает. Ну, у нас же, вот, мы убедили себя, что нам это действительно, ну, например, там, я не знаю, мы сегодня разговаривали про то, что записывают расходы, да, и доходы. Вот нам нужно куда-нибудь поехать, да. Вот прям хочется, да. Прям очень хочется. Мы, вот, даже согласно себя где-то ограничить, но все равно ведь ломаемся через какое-то время. Ведь все равно это проходит через насилие. Второй момент, вот следующий. Если вы пытаетесь выработать себе привычку без какого-то удовольствия, которое, ну, в этом есть, ничего у вас тоже не получится. Потому что мы меняемся не через, ну, дискомфорт на самом деле, а через удовольствие. То есть если делать зарядку, то у нас как народ пытается начать делать зарядку? Ну, или ходи в спортзал. Они приходят там, упахиваясь до просто какого-то состояния невменяемого. И что получается? У них поход в этот спортзал ассоциируется с чем? С изекустью. С страданием, с изекустью. Нет. Если вы удовольствие не получили, никогда не выработайте эти привычки. Никогда, сразу вам скажу. Поэтому даже надо учиться искать, даже в этом самоограничении, там, в плане финансовом, да, ну, как-то подкреплять через удовольствие какое-либо. Либо, тут очень много нюансов, просто мы, боюсь, сами не успеем их все разобрать в этом коротком разговоре. Поэтому, так, главный принцип, второй принцип, принцип удовольствия. Закрепляется то, от чего мы получаем удовольствие, а не от того, от чего мы страдаем. То есть, грубо говоря, наградить себя чем-то за то, что я вот это сделал? Да, но не конфеткой, понятное дело, да, ну, в общем. Есть еще одна такая штука, которая мешает выработать привычки. Это то, что мы привыкли обесценивать наши результаты. Вот есть такой принцип, но надо, грубо говоря, давайте, если зарядку вот так и будет, вы встали. Ага. Сначала сделали полностью все, на следующий день чуть меньше. И начинается, ну вот, я сделал меньше, уже все, все, все зря. Какой смысл? Да, какой смысл, и вообще бросаете, да. Тогда, как здесь, лучше работает другой принцип. Меньше, лучше, чем ничего. То есть, хоть что-то сделал? Да, это лучше. То есть, сказать тебе, я, в принципе, уже, если начал делать два раза, присел, в принципе, я уже молодец. Это лучше, чем ноль. Понимаете? А мог же вообще ничего не делать. Да, да. А знаете, что происходит тогда? Сделал два раза, а потом, а можно еще раз один? Один. А можно еще? И вот так вот и десять раз, условно, и присели. А если вы два раза присели и сказали, а, блин, всего два раза, балбес, все, у вас всякое желание продолжать заблокируется. То есть, надо себя как-то хвалить, да? Обнаруживать, да, какое-то движение, хоть какие-то результаты. Потому что, если вы любой ваш шаг обесцениваете, вы с места не сдвинетесь. Или повернетесь потом назад. А если развернуть ситуацию, если говорить не о том, что мы приобретаем какие-то полезные привычки, а наоборот пытаемся избавиться от вредных, да? Вот там механизм действует тот же самый. А вот что именно? Вот это очень важно. Ну, вот популярно все хотят бросить курить. Вот говорят, вот с завтрашнего дня, с понедельника, вот начинаю. А вот курение, с одной стороны, это может быть вредная привычка, а с другой стороны, зависимость. Это разные вещи, да? А зависимость то, чего вы захотели и бросить, и отказаться, чего не смогли. Да? То есть, это один механизм. А привычка – это такое стереотипное действие, в котором мы испытываем потребность, но от которого мы можем отказаться, если там, ну, все, бросили и все. Если речь идет о зависимости, то… Ну, давайте мы, наверное, немного поменяем. Ну, курение, наверное, это все-таки очень сложно. Ну, например, вот банально мне приводить, пример, оставлять грязные кружки, там, не знаю, там, на столах, бардак, грязную посуду. Если у меня нет потребностей в чистоте, помните, я начинал, зачем вам, да? Ну, не получится. Ну, тут сложнее, как себе. Подумаешь, что утром встанешь, я попил, думаешь, ну, в принципе, на сегодня у меня нет потребностей. Вот, смотрите, вечная война родителей с детьми навести порядок в их комнате, чтобы они навели, да, это одна из самых, так, популярных тем для конфликтов. Как вы порядок не навели в вашей комнате? Если у ребенка нет потребности в том, чтобы у него был порядок, ну, желание, кстати, да, и мама не боится, ну, потому что часто убирается только из страха, да, то не получится у вас ничего. Пока у ребенка желание не появится, вот мы детей вдруг как-то внезапно мы сделали ремонт в комнате, она стала совсем другая, и у наших детей вдруг появилась потребность что-то более-менее за порядком следить. Безо всяких наших этих, ну, усилий. До этого мы там воевали, там, бардак, там, все страшно, а вот надо было сделать ремонт, чтобы они почувствовали комнату своей, вот так далее. А вообще это реально сформировать какую-то привычку у другого человека? Ну, на всякое действие есть противодействие. Если у этого человека нет согласия и нет собственной внутренней мотивации, вы получите сопротивление. Чем сильнее будете давить, тем сильнее будет вам сопротивляться. То есть подытожим. Нужно ставить конкретные результаты. То есть понимать зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем? Дозированно мы это делаем и хвалим себя. Поощряем, поощряем себя. Обязательно. Поощряем, но, опять-таки, поощряем не через какие-то внешние такие, вот тебе конфетка, вот тебе тортик за то, что позанимался. Понятно, вы все обнуляете совершенно, да? А, ну, отметить, отмечать, можешь похвалить себя. Ну, разные способы, но тут уже индивидуально. Ну, и все сделанное, мы, собственно говоря, еще и похвалим себя, ценим тот результат, который уже потихонечку достигается. Спасибо большое. Спасибо большое. Напомним, в студии у нас был Илья Латыпов, кандидат психологических наук, практикующий психолог. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»